так друзья всем привет у нас здесь вчера ночью начался какой-то невероятный пипец если это можно так назвать я сейчас стоял здесь на парковке настолько сильные шторм настолько сильные волны что вот эти вот машины видите которые приполкованы заливает прям очень сильно водой морской и ну все что оттуда выходит с моря море опять возвращает сдачу дает и вот я вам как раз покажу здесь вот рядом с нашим отелем ребята приехали на автодомах поставили свои солнечные батарейки велосипеды и прям целый ряд вот так вот кто-то с лодкой приехал посмотрите такие молодцы выстроились они значит здесь у кого-то печка есть газовая работает я вижу кто-то просто так здесь тусуется наверное ну решили остановиться в отеле в котором я останавливался сейчас пока идет дождь я думаю я в любом случае мне либо сидеть дома в отеле но я как бы дома в отеле не хочу сидеть поэтому я планирую проехать час по отелям вот кстати крон плаза это вот отель которая в котором я останавливался его у него сразу прям выход есть на пляж свой здесь рядом ну там галька скорее всего я хотел сегодня поснимать но так как вот здесь форс-мажор вот такой вот ветерочек дует видите как как гнет деревья а ночью был прям вообще такой гром и у меня были шторы плотно закрыты и такая вспышка сначала яркая-яркая молния и потом гром бум и такое ощущение что я вообще не знаю что-то взорвалось даже эти три бежали он ведь какие волны сильно даже стекла три бежали насколько сильный был гром и вообще какой шторм я когда только сюда прилетел через несколько дней вот такой вот шторм был в стамбуле я думаю как хорошо что я туда не поехал и как хорошо что я здесь на юге видите и это еще не сильный я сейчас нам стоял справа снимал видео для instagram и в один момент такая волна и прям всю машину окатила и вот это вот то что ошметки валяются на дороге это все волна в морской волной морской водой все вы вывалила сюда на эту на улицу на проезжую часть проедемся с вами сейчас здесь по набережной я же вам со всех сторон показываю без цензуры без купюр турцию а и вот здесь еще тоже прям прицепов ряд а это их видите вот остановка автобусная прям как у нас в алмате там если я не ошибаюсь есть кондиционер и вот в то что с такой ливень чтобы люди когда ждали допустим общественный транспорт чтобы они здесь не промокли подъезжает автобус открываются двери человек выходит и все едет куда ему надо на автобусе заправка закрыта посмотрите это заправка вчера работала и и закрыли ну по крайней мере на табло нет никакой информации о том что этот заправляют не заправляют сколько стоит вроде бы заправляют но скорее всего она закрыта потому что она вот прям здесь на набережной и в общем вот такое здесь веселье пальмы в шоке три остановки я сначала хочу хилтон заехать потом там есть ромада еще тоже неплохой отельчик и акра это бородка election проедусь по ним если что-то понравится остановлюсь всегда могу у меня всегда машина под мягкой точкой и я всегда могу сесть поехать в горы где снег могу в другой город поехать где нет дождя по посмотреть по прогнозам погоды и вообще очень удобно иметь машину и очень классно поэтому всем рекомендую любителям путешествий конечно же ездить на машине пошел дождь я могу на машине кататься вот так вот исследовать турцию вот деревья есть сваленные но у них все деревья укреплены очень хорошо специальными палочками они закреплены поэтому им не страшен серый волк ветер сильный я смотрел там по моему 50 километров в час порывы ветра или даже еще больше тут эти зонтики тоже попадали волны очень сильные и здесь еще такая часть анталии здесь набережно она ниже ниже чем там если прямо поехать туда если мы прямо с вами поедем где водопад и речка входит там выше и ну не так сильно это все ощущается здесь такая тишь да гладь была когда позавчера пару дней назад я думал вот в оланье значит ураган а здесь так классно и вот люди ходят с зонтиками но в такую погоду зонтик ничем не поможет его выворачивает просто порывами ветра и все людей нет практически никого все дома сидят да и вообще наверно даже в такую погоду небезопасно ездить а он снимать на камеру потому что может что-то оторваться отлететь и мне просто скучно стало в отеле я решил его поменять и покататься чайка вон тоже в шоке не может понять как ей лететь у нее не получается лететь настолько сильный ветер я видел такой шторм где-то в японии где-то еще видел такой шторм сильный но в турции впервые видел по телевизору в стамбуле в общем у нас здесь немного утихомирился дождик и я вот решил выйти прогуляться чуть-чуть и как раз заснять вам водопад который я не заснял в тот день когда я приехал сюда я его снимал когда я был здесь раньше до этого еще несколько лет назад и вот сейчас тоже возвращаюсь в это место уже второй раз чтобы вам показать на самом деле набережная в анталии очень красиво здесь много всякой разной зелени много разных кошек животных люди пришли с едой и я не знаю сколько здесь этих кошек около десяти наверно они собрались да 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 думает я несу еду на самом деле нет ложная тревога вот там прямо у нас лара это такой вот райончик аксу рядом с анталией туда в ту сторону аэропорт международный аэропорт и внутренний аэропорт и вот собственно водопад который я вам хотел заснять после шторма после того как прошел дождь он особенно могуч такой набрался водички и у него силы очень много на самом деле да водопад прям крутой видите друзья из-за того что был ливень из-за этого он прям вообще душу и его найти очень легко этот водопад здесь через анталию протекает речка через наверное я бы сказал бы восточную часть анталии потому что туда на запад уже там центр даунтаун и вот посмотрите здесь и самокаты и все ну то есть это не как вам сказать это неестественно что он здесь вода так течет даже вот рабочие пришли наверное здесь все исправлять поправлять они деревья под подвязывают ведь молодцы из-за того что был дождь сильный сильнейший шторм из-за этого было очень много воды соответственно и в горах было много воды на севере там и там где-то собирается речка тоже много было дождей поэтому здесь вот так вот где ходят люди обычно сейчас прям течет кушует река да ютюбер да короче говоря что-то вообще нереальное это вообще капец такая мощь воды и это все вот сразу туда течет и все это падает вот так вот свободным потоком я не знаю сколько здесь десятки тонн каждую секунду воды туда здесь может быть очень опасно между прочим потому что если буквально вот одно неловкое движение и все уже течением сразу с короче мальчик этот оказывается ведет прямой эфиром онлайн я все вот так собираюсь тоже как-нибудь включиться вам в прямом режиме в режиме онлайн пообщаться с вами поотвечать на ваши вопросики и все никак что-то у меня не это здесь нужно чтобы был хороший сигнал связи и ну чтобы камера желательно не болталась я думаю я это обязательно сделаю напишите скажу в комментариях пожалуйста было бы вам это интересно чтобы я в режиме прям онлайн вышел на связь и пообщался с вами туда уходят уже вот эти вот отели лара и куда лара уходит там тоже есть кстати хорошие отели ну и вот значит здесь этот водопад просто какая-то невероятная мощь воды нереальная летом сюда можно прийти на кораблики вот так вот море будет чище гораздо друзья значит касательно нового года почти все отели здесь предлагают гала ужин и с какими-то разными программами но как правило это турецкие певцы и как правило они поют либо на турецком языке либо какие-то international песни но то есть певцы из турции стоимость такого ужина примерно от 600 и там в некоторых местах до двух тысяч лир доходит но там угощение начинается это все с коктейлей потом несколько приемов пищи там первое второе и супчики потом и алкоголь без ограничений я так понял что не знаю наверно не совсем не это будет интересно потому что я во первых алкоголь не пью во вторых но это как бы надо сидеть там где-то в зале в банкетном как правило эти залы они либо в подвальных помещениях либо еще где-то еще на мое удивление более-менее такие приличные отели пятизвездочные типа хилтона типа риксиса они все overbook то есть там просто нет мест на новогоднюю ночь на один или на два дня вот я во-первых смотрел раньше примерно пару недель назад во всех этих отелях были комнаты были места и я сейчас начал бронировать хотел забронировать нету мест нет комнат во первых во вторых все отели более-менее нормальные подняли в 35 раз цены именно на новогоднюю вот эту ночь 31 1 2 вот эти дни 30 несколько дней короче говоря неделю грубо говоря пять дней вот именно на новый год здесь цены будут примерно в пять раз выше если там отель к примеру стоил там 100 долларов ночи он может 500 стоит ну и так далее вот и хилтон к примеру полностью забронирован риксис полностью забронирован потом вот этот бород отель куда я где я остановился я щас про него тоже чуть расскажу акроборуд он тоже полностью забронировал нет мест и причем что самое интересное я звоню на рецепшен говорю можно у вас остановиться есть места но обычно как бы это работает они говорят нет у нас нет мест полностью все забронировано и даже через какие-то сервисы booking или еще что-то они как-то обычно держат билеты даже если иногда на рецепшен говорят нет мест можно допустим где-то как-то через интернет там через google найти а на самом деле вот более-менее такие обычные отели простые они свободны они даже цены не поднимали и я так понимаю туда никто не едет а именно вот вот эти вот крутые отели в которых ну какие-то вечеринки будут мероприятия они полностью забронированы еще здесь есть такая фишка если вы к примеру остановились каком-то отеле все включено то скорее всего там будет уже включена эта программа и вы будете наслаждаться в принципе программой ну как бы бесплатно ни за что не будете платить но цена на новый год все равно подымется я нагулялся сейчас попробую поехать в отель сделать ранний чекин вообще во всех отелях обычно мы можем делать чекин то есть заезд в два часа и мы должны выехать до 12 чекин чекаут иногда можно в отеле просить то есть чтобы они сделали ранний раннее заселение ну как правило в 99 случаях из 100 они заселят если у них есть комната если у них есть такая возможность они как правило заселит сейчас вот он разблокирует через приложение этот самокат и поедет он его разблокировал через телефон и будет на нем в общем кататься все он он его подошел через телефон открыл разблокировал и оттолкнулся и поехал моментально сразу самокат поехал все легко и просто буквально несколько секунд также здесь еще всякие разные мероприятия проходят вот в таких вот ресторанчиков которые расположены именно на набережной там тоже можно прийти заплатить какую-то сумму там ну я думаю это в районе 500000 до 2000 лет и там также будут всякие разные представления выступления а я сейчас здесь общаюсь с разными людьми местными жителями девочками а говорю чё как будете где пути новый год встречать и так далее они как спать будем и вообще в турции у них они не очень любят вот эти все наши праздники и даже дни рождения свои они не любят отмечать они если им там смс к откуда-то не придет из банка они могут вообще даже забыть про это ну типа поздравления если не придет на телефон откуда-то то они могут даже типа этой не отмечать не любят они вот этим делом заниматься особенно на востоке поэтому давайте посмотрим будет любопытно мне сказали хилтоне я спрашиваю они сказали в районе хилтона то есть он там в глубине находится обычно салютов нет то есть они обычно салюты где-то вот здесь со стороны моря поэтому я именно выбирал отель чтобы он был где-то ближе к центру и рядом чтобы море было чтобы мы с вами могли посмотреть шоу я думаю погода я посмотрел вроде бы будут тучки но здесь тучки такие ясные и тумана я думаю не будет скорее всего мы с вами еще сможем сегодня салютиками насладиться ну вот собственно пожалуйста информация им лишь программ дэхов вот такой здесь ресторанчик ok сейчас она нам принесет возможно на английском программу на английском меню и мы с вами сможем уже это все посмотреть я думаю да здесь будет вечеринка на новый год а ну вот вот короче говоря здесь несколько блюд если я правильно понимаю и 550 лир это стоит и можно еще музыка еще будет от диджея она сказала у них нет английском меню но она мне все перевела в принципе там несколько блюд в общем еда в основном объедение всякое разное смотрите как самолет здесь вообще близко близко прям ряд ушком там салаты всякие разные супы из десерты и по моему два алкоголя то есть если вы захотите больше придется заплатить и здесь возле водопада на набережной таких ресторанов очень много вот тут армони лонж на самом деле очень много они такие все козьи и они все-таки уютные симпатичные и в общем я думаю здесь будет весело скорее всего я сюда приеду на машине потому что я у них спросил я говорю если я не хочу не захочу кушать можно я приду и просто послушаю музыку посмотрю как люди веселятся они а она говорит почему нет но она говорит единственно мы вам не сможем дать место где-то за столом потому что все будет рассажено распланирование игры можно на баре она когда вообще не вопрос вот в этом турция мне нравится то есть они вот такие вот лояльные они направлены именно потребителям к посетителям гостям и у них здесь все вот так как-то просто то есть если допустим я делаю check out они говорят в имени баром пользовались я горнет а все окей и вообще никто не идет не заморачивается даже не проверяет ничего с машина у них тоже просто на любой рецепшен если нет парковки самый даже даже самый самый простой стремный отель можно подойти или ресторан допустим если нет парковки можно подойти бросить консьержу ключи швейцару и все он пойдет припаркует вашу машину профессионально аккуратно я в этом много раз уже убеждался что они очень аккуратно это делают и в общем вот так у них везде в турции то есть если вы куда-то пришли вы хотите как-то отдыхать то вы будете реально отдыхать вы не будете напрягаться думать где вам нам припарковаться думать где вам там чё как сделать короче говоря в принципе по желанию можно вот в любой из этих вот таких вот ресторанчиков прийти и то есть послушать музыку посмотреть как веселятся люди там что-то себе заказать или можно даже не заказывать можете прийти в ресторан съесть сказать в любой ресторан можно прийти сказать может туалетом воспользовать вам скажут пожалуйста конечно проводят еще сто раз спасибо скажет можете просто прийти сказать интернет нужен интернет что-то почему-то не работает они скажут у нас есть давайте подключитесь и все и вы можете просто весь день просидеть вас в каком-то вот таком кафе-ресторане и пользоваться их интернетом и вообще даже не заказать ничего а если вы по ужинаете вам чай бесплатно принесу я вам сейчас объясню пока мы едем чем отличается допустим на half board это я так понимаю полу пансиньон наверно по русски и full board и он красивый утром в общем изначально есть только комната если вы хотите кроме комнаты вы можете к ней еще прибавить завтрак в основном во всех 99 процентов турции они все все идут завтраком я сколько раз я останавливался может быть один раз только там не было завтрака это потому что я от него сам отказался потому что я захотел куда-то пойти сам где-то что-то по меню заказать и в общем они предлагали завтрак поэтому все отели в турции более-менее такие нормальные уважающие себя у они предлагают завтра по помимо этого есть еще half board то есть это завтрак и ужин вы завтракайте ужинаете днем вы целый день едете куда-то там кайфуете занимаетесь своими делами изучаете достопримечательность еще что-то но то есть не сидите в отеле поэтому по сути вам обед не нужен и вы от него отказываетесь осознанно и соответственно вы платите за это меньше далее у нас начнет full board это завтрак обед и ужин и после этого идет all inclusive то есть он ключев это значит все включено напитки алкогольные напитки и без разницы вообще какие напитки и там еще может быть поздний ужин может быть еще дал он ключев еще будет чай после обеда ну примерно между обедом и ужином я как правило стараюсь не брать он люди потому что ну очень много еды и не охота как бы этот куда-то ехать охота там папа это почилить в отеле побыть и в общем все все условия они создают там только и завтрака на обед и с обеда еще куда-то и так далее вот то есть я стараюсь в общем такие варианты не брать размещения и а еще есть ултро и он призыв ультра это значит круглосуточно работать пары круглосуточно вы можете в любое время суток подойти налить себе алкоголь и какие-то снеки будут обязательно какая-то хита будет обязательно про all inclusive это скорее всего будут напитки иностранного производства то есть там типа чивас виски там какое-то нормальное вино не именно не локально не турецкая и в общем ултро инклюзив это самое круто считается как правило это вот 3x они предлагают вот такие вот варианты размещения но там от 100 долларов за ночь то есть там нереально даже самый какой-то сезон очень тяжело остановиться в таких отелях меньше чем за 100 долларов за ночь с человека ну там сто пятьдесятку наверно за двоих будет вот и как правило мне это не интересно потому что мне интересно алкоголь вообще никак не интересен я уже забыл я не знаю как этот вкус алкоголя даже у меня и там иногда бывают такие вспышки какие-то я как бы вспоминаю я очень люблю вкус вина игристого но я понимаю что если я допустим выпью там бокальчик вина я захочу еще больше и больше и поэтому я просто взял и решил от этого отказаться потому что она того не стоит вот этот вкус первые которые когда я его пью потому что он потом уже забывается как говорят что водка только сначала стоит много а потом ее цена уже не не имеет никакого значения тоже пик шеф скорее всего день вероятно с большой вероятностью вот этот ресторан тоже будут работать почему выбрал отель вот этот куда я сейчас еду потому что там тоже есть вот такие рестораны и туда можно прийти также заказать по меню там будет гала ужин тоже по моему 1700 лиром или 1500 стоит там какой-то турецкий дядька будут выступать с оркестром со своим ну и тоже угощение будут с алкоголем но мне это не интересно я щас к ним подойду ради интереса я скажу я не пью алкоголь дайте мне скидку может быть они дадут скидку и может быть ради интереса только я зайду туда поснимаю и также там будет бар у нас то есть там один или два ресторана или один или два пара потому что отель очень большой самом центре анталии находится и вот это вот все то что мы сейчас с вами ездили смотрели там это все есть на территории отеля то есть мне никуда не надо будет ехать я точно так же смогу свои комнаты выйти в тапочках пойти и посмотреть как люди танцуют я по час уже по моему к нему подъезжаю где-то вот в этой части находится как раз я вам сниму сейчас то есть то что рядом с отелем вся инфраструктура здесь есть рядом тоже отели есть хороший дайвинг все все то есть если вы приезжаете грубо говоря отдыхать вам даже машина напрокат не понадобится потому что здесь как бы реально есть все рядом с этим отелем и а да мы сейчас проедем через прям самый центр анталии именно про через центр современной анталии и потом мы опять вернемся к берегу то есть он этот отель находится на береге так на скале но у него должен быть свой пляж это мне показался самый оптимальный вариант здесь размещение в анталии потому что ну по крайней мере для меня потому что я как бы не пью алкоголь и мне вот это угол инклюзив это мне не надо я к примеру я иногда захочу там пойти и заказать то что я хочу а я не хочу заказать то что они там предлагают вот на этих шведских столах ну как правило там очень большой выбор еды но это все как бы приедается что ли или я не знаю иногда охота прийти в ресторан посмотреть что у них меню и чтобы вот именно шеф-повар именно это все вот приготовил только что для меня а не так чтобы это там как-то это все в больших масштабах но вот этот отель он прям ценится именно своими ресторанами своими шведскими столами свои кухни девушку подвезем что-то она этот куда-то идет почему она так идет интересно обычно здесь так в турции не делают здесь 3 копейки стоит такси но кстати насчет такси на если вы заказываете такси обязательно составлять их чтобы они вам включали счетчик потому что вы можете ехать 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 и они вам могут потом какую-то цену сказать которая вам не понравится вот это вот макро центр европейский магазин и там еще есть рядом карфор это такие супермаркеты типа наших магнумов мини магнумов и они такие то есть там все есть такие классные товары красивые магазины и в общем культурно у них там все это продается риксов у них находится там где-то на отшибе в парке где-то далеко от вот этих всех тусовок и от всего от этого хилтон находится где-то вообще внутри города в центральной его части поэтому я решил остановить свой выбор на вот этом модели акра но еще тем более тем более что все отели забронированы поэтому а 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